Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость НДС повышается с 18 до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, согласно финансово-экономическому обоснованию к закону. Повышение НДС на 2% приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование образования, здравоохранения и инфраструктуры. 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 1 января 2019 года. 24 июля Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон. Также в нем прописана фиксация страховых взносов работодателей на уровне 30% за последние недели вышло сразу несколько экспертных оценок эффекта от повышения НДС. Представители Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы «Ранхикс» назвали его «меньшим из зол» по сравнению с повышением страховых взносов для работодателей. Институт актуальной экономики подсчитал, что каждый россиянин будет терять в среднем по 4220 рублей в год. Руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталья Орлова рассказала, что повышение НДС обернется просадкой роста ВВП на 0,6% в год. Форбс предположил, что наибольшую выгоду от повышения НДС получат компании, работающие на подряде у государственных структур. У фирм, зависящих от реального спроса, выручка снизится. По мнению российских властей, увеличение ставки сыграет на руку российским экспортерам и мотивирует бизнес активнее поставлять продукцию за рубеж. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.